В этом году исполнится 20 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня общественный институт способствует укреплению единства и дружбы всех этносов, проживающих в нашей стране. За мир и свободу всегда боролись и наши предки. В 2015 году будет ровно 550 лет с момента образования казахского ханства. Подробнее о том, как укреплялась государственность, расскажет Кристина Горбаченко. В истории любого народа есть знаковые события. К числу таких в нашей стране можно отнести образование казахского ханства. Об основных вехах в истории его становления мы решили спросить у специалистов. Музейный комплекс резиденции Аблайхана – это место, где о прошлом и настоящем казахов расскажут от Ада Ям. На этом стенде представлена вся родословная правителей казахского ханства. Их было много, но не все смогли стать значимыми фигурами. К примеру, первый хан Касым расширил границы государства, начал налаживать внешнеэкономические связи с Российской империей. Один из авторитетных руководителей в 18 веке был Аблай. Он добился успехов в разных направлениях, был великим полководцем своей эпохи. Его власти силу признали все три жуза. Хан Аблай во всех направлениях деятельности государства, как политик, он был успешен во всем. Успешен во внешней политике. Это та самая знаменитая политика лавирования хана Аблая. Успешен как во внутренней политике также. Потому как считается, что, ну это исторический факт, что за годы до правления хана Аблая численность казахов в степи сокращается неумолимо. Вот после набегов в джунгар, столкновениях с хиевинцами, с бухарцами. И вот за годы правления хана Аблая численность населения в степи даже восстанавливается. А ведь численность населения – это один из показателей благосостояния государства. Одним из исторических событий, повлиявших на становление казахского ханства, стала война. Каждый правящий хан сражался за свой народ, государство и земли. Все они хотели приумножить свои владения, быть независимыми. На этой карте как раз обозначена территория, которую предкам удалось отвоевать у противника и сохранить. Здесь показано территориальное деление, социально-политический уклад, роды и жузы казахского ханства. Согласно истории, границы государства менялись. К примеру, город Ташкент какое-то время был в руках казахов. После его отвоевали узбеки. К примеру, если брать, то юг казахского ханства и семи речи – это старший жуз. Территория, где мы с вами находимся, север, центр, часть востока – все это средний жуз. И младший жуз – это западная часть казахского ханства. Ну, конечно, мы не говорим о каком-то жестком разделении на улусы по территории. Мы говорим о том, что делилось все это, в основном, конечно, по кочевям. Деловым центром казахского ханства на протяжении веков был город Туркестан. Там, в Жамбылской области, в этом году и пройдет основное празднование 550-летия казахского ханства. Знаменательную дату в истории теперь уже независимого Казахстана страна будет отмечать весь год. Праздничные мероприятия готовят и североказахстанцы. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.